А в феврале прошлого года, 22-го года, Виталий пошел добровольцам в вооруженные силы Украины. И, ну, наверное, если не считать вашего покорного слугу, он был единственным бывшим депутатом, который с оружием в руках защищал Украину от путинской агрессии. Ну, а вот теперь он депутат Съезда народных депутатов. Виталий Скойбеда у нас в эфире. Виталий, приветствую, как меня слышишь? Добрый день и слава Украине! Героям слава, героям слава. Виталий, я вот, пока мы подключались, я рассказал бурную биографию и по поводу переименования Питера, и по поводу Триколора. Ну, вот у меня первый вопрос. Ну, вот ты как был человеком, который, собственно, ну, фактически и был тем, кто нажал спусковой крючок, чтобы флагом России стал Триколор? А как ты сейчас относишься к тому, что мы собираемся на съезде под бело-синий-белым флагом? Важно же не оформление, а содержание. К сожалению, содержание России за 30 лет очень сильно изменилось. И если 33 года назад Триколор олицетворял стремление к свободе, к разрыву с коммунистическим прошлым, к новой свободной России, то сегодня это опороченный символ, который используется как тряпка на рукавах убийц, которые пришли с агрессией на чужую землю. Под этим флагом совершаются сегодня военные преступления в больших масштабах. Убиваются дети, женщины, мирные жители, разрушаются города, школы, поселки. И я думаю, что на этом история конкретно этого символа, к сожалению, заканчивается. Это уже не отмыть. И если мы хотим думать о каком-то нормальном будущем для России, для тех людей, которые, как вы говорили, остались жить на этом месте, то, конечно, это не только смена режима, но, скорее всего, и смена символики. Если этой символикой станет бело-синий-белый флаг, ничего против не имею. Значит, 24 февраля началась война, началось вторжение путинской России в Украину. 26-го Зеленский выступил с призывом к иностранным добровольцам приезжать. И я собрался и приехал в начале марта. Значит, я не был в ВСУ. Я был в добровольческом украинском корпусе правого сектора. ДОКПС переподчинили ВСУ уже потом. В то время, когда я был, это было отдельное подразделение. А где это было территориально, если не секрет? Территориально это было в Днепропетровской области. И я был ледовым, заряжающим артиллерийского орудия. А были другие россияне еще? Было очень много русскоязычных. Часто с украинскими корнями. Но именно граждан России не было. У нас было не очень большое подразделение. Примерно 50 человек. И было много людей, которые приехали уже из других стран. Из Польши, из Англии, из Португалии, из Израиля. Из всего мира. Из Канады. Ну, как бы, был очень дружный коллектив. Все понимали, почему и зачем они здесь. Ну, а скажи, вот правым сектором в России обычно детей пугают. Мы все помним там, значит, визитку Ероша, которую показывали еще в 2014 году по российскому телевидению. Ну, вот это самая, наверное, изначально демонизированная вообще часть украинского политического спектра в России. Почему ты выбрал именно его? Ну, вот я пошел в традиционную ТРО, да, значит, более линейное, значит, подразделение в Киеве. Почему ты оказался именно в Днепропетровском правом секторе? Ну, потому что меня тут просили, когда я приехал. А я решил, что именно эти люди, раз уж у них такая славная репутация, это те, кто действительно будут стоять до конца. Ну, я не ошибся. В выборе. Сколько ты времени пробыл в составе Педроздева? Четыре месяца. Месяц вышкового, месяц продолжения обучения с участием в каких-то действиях, и два месяца уже работы, уже серьезной работы. Понял. Ну, непосредственно про войну расспрашивать себя не буду. Это всегда, мне кажется, таки... Ну, я привез легкую контузию. В общем, как бы в остальном все для меня обошлось лично. А ребята продолжают сражаться, вот, и сердце мое с ними. А что ты ожидаешь от съезда? Вот, ну, ты всю свою карьеру, получается, двигался в сторону большей-большей радикализации. Съезд все-таки классическая политическая структура, парламентская структура. Почему ты принял решение к нему присоединиться? Ну, потому что всегда наступает завтрашний день, и мне не все равно, что будет после войны. Хотелось бы... Все равно территория России останется, какое-то население на этой территории останется, и хотелось бы, чтобы эти люди тоже получили возможность нормально жить. Естественно, это может произойти только после того, как эта территория будет освобождена от путинского режима. Но к этому моменту как раз могут очень понадобиться и быть востребованы те наработки в области законодательства, которые сегодня и, надеюсь, завтра люди, имеющие более-менее законодательный опыт и опыт работы в управленческих структурах, нарабатывают вот сейчас в этой форме съезда народных депутатов.